Время презентации Мы с вами все в цехе, понимаем, что это Добродеев, а кто-то из зрителей может не догнать. Олег Борисович Добродеев, командир вот этого всего, руководитель. И многое... Исплавило. В легкую. Это секрет был, что ли? Ну так, опять же, для зрителей может быть. Еще многого-многого другого, телеканала «Россия» и всего ВГТРК. Он мне позвонил на следующий день, сказал, что прочитал за один вечер. Что очень легко читается, что ему понравилось. Ну и всякое такое, что, в общем, тоже без разрешения Олега Борисовича, наверное, нехорошо его цитировать. Но я счастлива с самим фактом, что он вообще прочитал, что он пришел на презентацию. Потому что для меня Олег Борисович, безусловно, безоговорочно учитель. И мы вот его птенцы. У него недавно был юбилей, я выкладывала фотографию. И тоже, по-моему, ее подписала как-то, что в днем рождения Олега Борисовича, ваши птенцы. Вот мы его птенцы между собой называем его вождь. Кстати, на презентации Багиров сказал мне, ты обратил внимание, кого здесь нету? Я говорю, ну, кого-то Путин здесь нету. Он говорит, здесь нету Суркова и Венедиктова. Да. Я приглашала их обоих. Ну, я не знаю, люди занятые. Сурков — это человек, один из, может быть, пяти людей, благодаря которому я вообще начала писать. И моя книжка первая, она вышла только благодаря Суркову. Исключительно. То есть это он настоял, стоял над головой, все время подгонял. Пиши, 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 пиши. Давай, давай, я тебе помогу издать. Вот прям, ну, если бы не он, я бы ее не написала, сто процентов.